Наталья, я знаю, что ты своим примером можешь помочь многим женщинам, девушкам обрести новую красивую форму. Я знаю, что раньше у тебя был 50-й размер одежды, а сейчас твой размер одежды, по-моему, 42-й, если не 40-й. 42, в некоторых местах 46. Расскажи, пожалуйста, твои секреты стройности твоего тела, как ты смогла обрести такое красивое тело? Ты знаешь, Киря, я бы с удовольствием поделилась женщинами, но вопрос, будут ли это женщины делать. У меня есть свой опыт, я, конечно, рада буду, чтобы это женщины применили, но, в общем, я расскажу о том... Будут, если захотят. Да, будут, если захотят. Дело в том, что я очень хотела похудеть, я девушка кубанская, и мы все кушаем там очень хорошо. То есть наша стандартная еда, это макароны с сахаром, картошка, хлеб с медом, ну, там, борщи, салаты, вот это все в больших размерах. Я привыкла, я еще много ела всего этого, и не могла не есть, потому что я хотела. Вот, при этом я понимала, когда стоишь, и вот размер живота, за животом не видно носки и ног. Ох! Ну, то есть это, да, такое боди было. Вот, и мне, мои родственники говорили, что это наша конституция, что ничего не сделать. Я много бегала, занималась спортом, и вообще ничего не помогало, и я просто расстроилась. И когда я уехала с Кубани в Москву учиться, я увидела настроенную женщину и спросила, ну, а, как-то мы заговорили, что она похудела, вот, что она была полненькая. Говорю, да ты что, а что ты делала? Она говорит, я просто немножко сбалансировала питание, то есть убрала из рациона углеводы. И я говорю, ну, а кушать-то хочется. Она говорит, а кто тебе мешает? Клетчатка, белки, ешь фруктов, овощей, мясо, рыбу, и ты не уменьшаешь количество еды. Я говорю, и что, и что, поможет? Она говорит, ты знаешь, я немножечко, по чуть-чуть теряла, и так вес шел. И она говорит, вот видишь, в итоге я какая, я вообще была в шоке, потому что у меня возникло какое-то ощущение вера. Она об этом так сказала, вера в реальность, что вот это мне точно поможет. Пример плюс был реальный. Да, пример, и она как-то это говорила, знаешь, она меня не убеждала, она меня не уговаривала. Я вижу, что она просто делится, и она как-то это от сердца говорила. И я почувствовала, все, все, я готова, и я хочу это делать. Просто в отличие от некоторых других там диет, еще что-то, когда я начинала, бросала, а тут прям у меня какой-то такой движок. И я сбалансировала питание. И потом, значит, что стало происходить? А, в первый месяц у меня ушел один килограмм. Все один. И это как бы немного, но я подумала. Но это сдвиг. Если в первый месяц, ну, его же не видно один килограмм, но если у меня в первый месяц ушел один, то логично, что за 12 уйдет 12. Да. Но у меня почему-то вера какая-то, что вот так должно быть. И когда у меня за год реально ушло 12 килограмм, ну, что такое 12, это уже видно. Это уже видно, тоже хорошо, да. То есть главное, я продолжала спортом заниматься. И при этом ни бананов, ни хлеба, ни меда я вообще исключила просто категорически, когда стала получать результат. И, конечно, я приезжаю домой, в Эрбовер, открываю дверь, я говорю, мама, привет. Первая мама, что ты такая худая? Вот. И я была в восторге от того, что я увидела, у меня вообще талия появилась. Что у меня может быть талия? У меня ушел частично второй подбородок. Ты вот сейчас рассказываешь, даже не верится, что у тебя вообще были такие проблемы когда-то. Ну, подбородок второй, талии не было. Не верится, невероятно. Ну, просто это вот когда уже результат, я же на других девушек смотрела, и у меня была мысль, ну, это же они, они так смогут. Я-то точно не смогу. Она как-то это донесла, и вот второй момент, значит, это вот 12 килограмм, а оставшиеся еще 15, я стала прислушиваться, когда поверила, получила результат. Я стала прислушиваться, а что есть еще в этой области, то есть, если это делать, все-таки делать, не профанировать, то может быть результат. И я стала книжки листать на эту тему, и нашла одну рекомендацию, я слышала раньше про раздельное питание. Да. Но, думаю, ну, мои бабушка и дедушка едят пельмени, ну, кто из нас может отказаться от пельменей русских, да, со сметанкой и так далее. Почему-то люди говорили, что белки с углеводами несовместимы. Ну, они же едят, ну, и как бы живы-здоровы, но мне уже стало интересно, но все-таки, ну, не просто же так. Ну, просто сейчас много диет, и, знаешь, они меня как-то не убеждали. И тут я в одной книжке нашла фразу какого-то диетолога, очень простую, которая перевернула мое мировоззрение, я услышала его и поверила, вот, что это эффективно. Он рассказал одну банальную вещь, которая, ну, такая она, простая, аналогичная. Я как бизнес-аналитик, мне нужно все объяснить. Для меня вся эта эзотерика, она не работает. Даже если, говорят, делая так, будет результат, пока я не пойму, почему механизм, ну, я как-то вот не принимаю, наверное. И он написал, что просто, ну, я в этой химии не понимаю, но вот, как я поняла. Да. От белков одни ферменты вырабатываются, ну, чтобы их переварить, да? Переварить, угу. А от углеводов другие. Угу. И там одни к щелочную реакцию вызывают, я сама не знаю, какая из них какая. Другая кислотная, они соединяются и нейтрализуют друг друга. Угу. И получается, что еда не может перевариться в ближайшие 4 часа. И вот это все меня утяжеляет. И я так подумала, что если я могу просто не совмещать эти продукты, да, кушать раздельно, то, возможно, мне будет легче. А что же я так буду вредить сама себе? И я перестала совмещать, я не помню, сколько уже лет, лет 10, наверное. И у меня продолжили уходить килограммы. Ага, и сейчас у тебя все восстановилось на одном уровне, то есть ты дальше не худеешь и не толстеешь, соответственно. Нет, 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 вес держится. И я на радость, я, конечно, позволяю себе уже, там и блинчики, и сырнички. Иногда там вес набирает плюс-минус полкило, но это практически незаметно, да. Главное продолжать спортом заниматься. Вот как раз хотела об этом спросить, да, то есть ты на протяжении всей своей жизни все равно занимаешься спортом. Что тебе это дает? Твой обмен веществ улучшается, да, ты чувствуешь себя как-то лучше. Зачем ты занимаешься спортом? Многие же девушки считают, что нет, мне главное похудеть, но спортом заниматься не буду. Ну, я сразу, чтобы не вводить наших зрителей в заблуждение, скажу, что я не совсем в последнее время. Знаете, мы когда переехали на Бали, Кир, здесь такой релакс, что я никак не могу собраться. Ну, у меня еще есть запас моей физической формы, но, честно говоря, уже пора. Я заметила, что когда я занимаюсь спортом, какая-то такая легкость, какой-то тонус, такая подвижность, и когда я не занимаюсь, ощущение какой-то такой вялости и, знаешь, какая-то приятность появляется. Я тебя понимаю вообще абсолютно. Я вот, ну, я по ощущениям, я так не могу сказать, что там своими мышцами, а если я еще какое-то время дольше не занимаюсь, то я чувствую, что у меня вот тонус мышцы ходит, и как-то формы недостаточно потянуты, еще что-то. То есть мне немного нужно для того, чтобы быть в форме, но главное регулярно. А вот немного это сколько? Ты занимаешься бегом или это тренажерный зал? Вот ты говоришь, мышцы качаешь? Ты знаешь, у меня в разные периоды по-разному. Вот когда я худела, я бегала. Нас отец приучил с детства 10 километров в день до водохранилища, ну, мы еще морожеванием занимались, туда 5, обратно. Это прилично, 10 километров? Ну, прилично, да. Потом я ходила и на танцы, и на фитнес. Вот сейчас здесь на Бали, думаю, мы и на фитнес будем, и на йогу ходить. У меня ролики с собой есть, ролики буду кататься. То есть я, знаешь, за такой вид спорта, который по вдохновению, чтобы нравилось. Мне очень важно. Я не люблю, когда себя надо насиловать, что-то такое. Я обязательно в удовольствии, но регулярно. Вот это очень важно. Это точно. Спасибо тебе за такую рекомендацию, на самом деле. Смотри, получается, с чего стоит твой рацион сегодня? Что ты кушаешь, что ты не кушаешь, что обычно ешь, что готовишь? Ой, сегодня, ну, на Бали, это просто, когда фрукты, овощи круглый год. На самом деле я понимаю, что, знаешь, Кир, они были всегда и в Москве, и фрукты, и овощи. Просто почему-то, когда я находилась в мегаполисе, я почему-то их ела меньше, хотя в магазинах они есть. А здесь просто они на каждом углу, и, допустим, та же папайя, она здесь более сочная, более сладкая, и получается, ты больше есть. То есть что у нас тут? Ну, классика. Папайя, арбуз, манго, мангустины, всё, что, вся зелень, которая есть. Ну, травы, много травы. Кстати, хочу поделиться рецептом. Давай. Может быть, это нашим зрителям тоже будет интересно. Но мне, вот нам с Андреем подсказала женщина, в Сингапуре мы жили. Вот салат, да, миска салата. Вот сколько ты его можешь съесть? Ну, сколько там? Я сыроед, я съедаю много. А, я миску съедаю. Миску. Что она сделала? Она берёт эту зелень просто в миксер и перемолола. И получается, что зелени в этом стакане больше, чем у меня в миске. Вот. И я так подумала, что это здорово, я могу больше клетчатки, больше зелени потреблять. И причём недавно я отрезала листики в салаты, а у меня остались эти зелёные палки. И я собралась их выбросить, а потом, ну, а зачем выбрасывать? Я их в миксер перемолола. Да, да, хорошая идея. И ещё хорошо, для меня трава немножко, знаешь, пресноватая. Я оттуда манго какую-нибудь добавляю для вкуса, но можно немножко мёдику льда. Вот. И получается, что это очень быстро, и это достаточно питательно. Это шикарный рецепт. Мы вот были у тебя в гостях, вы приглашали нас на новоселье, очень вкусный салат. А в салаты конкретно добавляла, там, по-моему, были листья, по-моему, были помидорки, да? Да, салат классика, помидоры, огурцы, зеленюшка. А, там заправка, была заправка как раз, не только масло, а вот эти вот пять трав. Мы просто сами уже иногда не делаем, покупаем. Есть у нас такое кафе, туда травы милицы, манго мы заказываем. И я заправила вот этим, вот этой густой массой, вот этой травы, да, да, да. Трава, манго, немножко вы масла туда добавили, карри, по-моему, там добавляли. Карри была, карри, карри была, да, да. И всё это заливается салатом нарезанным. Вот такая вещь на самом деле. Наталья, тебе спасибо огромное за этот рецепт, это просто потрясающе. Это доступно вообще, это в любой стране, и это не так дорого, зелень, она, в общем-то... То есть, получается, твой рацион сейчас стоит из фруктов в основном, или что-то ты ещё добавляешь? Ну, у нас классика, русская овсянка с утра, но это я, мы не можем отказаться, это там порция углеводников и то с манго. Что у нас ещё из углеводов? Вот мы недавно баловались блинчиками, сырничками, но это такой праздник. Вот у меня макароны, блины, сырники, это праздник, где-то раз в месяц, блины, может быть, даже реже. Вот, а так, что ещё? И знаешь, что ты ещё говорила, что ты готовишь больше как-то по-особенному. А, точно, точно, вот, друзья, да, с удовольствием поделюсь борщом, он практически без воды. То есть, вот у нас что там в борще? Свекла, морковка, ну, известные русские ингредиенты. Я беру свекольный сок, там свекольный, морковный, у нас же там помидорки и томатный. Получается, что у тебя три сока. Ну, водички можно, если очень густой, немножко добавить. А овощи я запекаю в духовке. Причём они вот не вываренные, получается, да, то есть всё там целенькое и не перепечённое. Очень важная вот консистенцию такую вот, ну, соблезть. И я вот это всё смешиваю, и на тихом огонёчке оно как бы допаривается. Лучше, если в духовке эту кастрюлю поставить, ну, туда специи, ну, в общем-то, ну, капусту тоже там, ну, немножко, и получается. А, я цукини люблю добавить, потому что они сладенькие. Но можно либо яблочко, здесь я манго могу добавить. И получается, что у тебя соки, и всё это свежее, всё это сочное и очень густой. Кажется, что наваристая. На самом деле, потрясающе. Сыроеческий борщик. Ну, почти сыроеческий, но, тем не менее, это очень здоровый борщ. Ой, что я говорю, сыроеческий, но вегетарианский. Вегетарианский, да. Очень здоровый борщ, который, мне кажется, на фигуре вообще никак не отразится. Вообще никак. Одни клетчатки, конечно, и всё свеженькое. Здорово. Наташ, ну, ты такая гармоничная, не знаю, вот у тебя как-то в семье так всё хорошо. Ты привлекаешь людей, к тебе приходят в гости. Вот в чём секрет вот такой вот твоей гармоничной жизни? Может быть, какие-то привычки, которые каждый день тебя делают успешнее? Кира, знаешь, я бы, наверное, чтобы наши зрители не питались иллюзией по поводу моего совершенства, я скажу, что у меня ещё есть, конечно, над чем работать, но реально, как я над этим работаю, каждое своё негармоничное проявление, то есть когда я чем-то недовольна, что-то мне не нравится, я отслеживаю состояние. Я понимаю, что когда я что-то подумала, вот такое вот, ну, не самое приятное, я порчу свою жизнь. Я стала анализировать, систематизировать знания, и создала целую систему личностного роста, которую сама применяю. Я знаю, что в какой момент я, скажем так, порчу, если я подумаю ту илиюю мысль. У меня есть технологии, как я с этим работаю, я с удовольствием поделюсь. У нас есть много информации, сайты мы потом дадим, ссылочками. Ты знаешь, Кирилл, я бы сказала, это постоянная работа. И не всем это, ну, скажем, не то, что доступно. Однажды меня спросили, а тебе не надоело постоянно с собой работать? И иногда у меня возникали мысли, я когда-нибудь буду просто жить, наслаждаться жизнью. Ну, правда, иногда устаёшь, всё время в мозгах, всё время опаришься. И вот ты знаешь, ты просто сейчас свидетель того, когда я вышла на какой-то уровень, когда действительно у меня сократился объём моего самоанализа, и я наслаждаюсь, и столько радости прибавилось. Но она прибавилась, я открылась этому, она, эта радость была. Я недавно встречала солнышко, рассвет, и наслаждалась этой красотой. И знаешь, такой вот, ой, пытаться передать ощущение, это, конечно, сложно. И подумала, а почему мне раньше этого не было? Ведь солнце всходит каждый день. Да. Я могла драться с жизнью каждый день, но у меня столько было внутри проблем, что я этого просто не видела. И я вот что поняла, что если в жизни хоть что-то не устраивает, вот меня вес не устраивал, я искала варианты, меня там ещё что-то не устраивало. Я начинаю искать, что нужно сделать для того, чтобы преодолеть эту проблему. Какие-то тренинги, какие-то курсы, и в итоге моя практика показала, что если я всё-таки фокусируюсь, я эту проблему внутри или снаружи решаю, и в итоге мы сегодня живём на Бали, в роскошной вилле, и так было не всегда. Вот. И я знаю по себе, что этого реально достичь вообще всего, что можно задумать. Только нужно что-то делать для этого. Я согласна, знаешь, такая есть поговорка, что успешного человека отличает от неуспешного только наличие его действий, действовать. Наташ, вот ещё хотела бы напоследок для наших зрителей и читателей, зрительниц и читательниц рекомендацию от тебя получить по поводу того, как же работать с этим недовольством, когда ты вот осознаёшь или даже не осознаёшь, что вот ты сердишься, как-то тебе не очень хорошо на душе. Что дальше с этим сделать так, чтобы оно куда-то ушло подальше? Ну, очень важный момент, ты сказала, осознаёшь либо не осознаёшь. Первый пункт, первый шаг очень простой, но он самый сложный. Это это заметить. Когда я выражаю недовольство, допустим, погода изменилась, видите ли, мне это не нравится, да? Я испытываю неудовлетворение, то есть я испытываю негатив. И я знаю, что в этот момент я становлюсь источником этого негатива. Чтобы я себе не рассказывала по поводу своей правоты, неправоты других людей, в данный момент я разрушаю себя. И я создаю обстоятельства, которые потом будут разрушать меня, они ко мне вернутся. И вот осознание этого помогло мне практиковаться, наблюдать. И когда я это замечаю, мне легче останавливать. То есть я делаю выбор. Вдох, выдох, я это наблюдаю. А иногда, когда мы все несовершенны, иногда я наблюдаю, но не могу остановиться, я продолжаю быть в этом. И я всё равно это осознаю. Потом я ощущаю, что насколько я себя дисгармонировала вот этими переживаниями. И в следующий раз этот период сокращается, и он становился всё меньше и меньше. Это один из самых простых способов, который можно применить вот прямо сейчас, что как только мы замечаем, наблюдаем, всё, вот эта волна стихает. Это первое и самое простое, то, что уже можно. Слушай, спасибо тебе огромное за эту рекомендацию. Спасибо за то, что пригласила сегодня в свой шикарный дом на прекрасном тропическом острове в Вали. Очень было приятно с тобой пообщаться. Спасибо тебе. Кира, тебе спасибо. Ты дала мне возможность вспомнить свой опыт, его пережить. И я прямо, знаешь, проговаривая тебе, почувствовала вообще целость личностного роста, потому что если бы я была, если бы я осталась в том, чем осталась, с теми проблемами, которые были, с теми переживаниями, когда даже солнце не радует, то, наверное, это было не самое приятное. Ну, молодец. Спасибо.